Уважаемые зрители Приветствуем вас в концертном зале Культурного центра Купина Просим вас отключить на время проведения мероприятия Средства мобильной связи И уважать труд артистов Исключив передвижение по залу Во время звучания номера Приятного просмотра Здравствуйте Сегодня у нас концерт Посвященный юбилею Потрясающего композитора Композитора высочайшего уровня Кирилла Владимировича Молчанова Столетия 7 сентября Как раз вот была такая дата Молчанов написал музыку Ко многим известным кинофильмам Думаю, что каждый из вас знает Дело было в Крикобе Майские звезды На семи ветрах Доживем до понедельника А зори здесь тихие Кирилл Владимирович Автор опера Каменный цветок Ромео, Джульетта и тьма Неизвестный солдат Сегодня здесь тихие Автор балета Марта В течение нескольких лет Кирилл Владимирович Был директором Большого театра Может быть, не все об этом знают И, конечно, это тоже наложило Отпечаток, как он На его творческую судьбу И именно в Большом театре Были поставлены две его оперы И балет-манкер Пусть-порная говорила, что Главная цель творчества Это самоотдача И вот Кирилл Владимирович Это была самоотдача Но он был не только певцом войны И писал песни о войне Не патриотические, у него разные У него были и лирические темы И сегодня он вам это продемонстрировал Он был разносторонним человеком Вот как и его дарование Широкой популярностью он пользовал с песня Вот солдаты идут На стихи Михаила Любовского И в нашем концерте Ее исполнит лауреат Всероссийских и международных конкурсов Надежда Колесникова Вот солдаты идут По стене опаленой Тихо песни поют Про березки накленные Про затопучи выса И плакучую ниву Про родные леса Про родные леса Да широкую ниву Под солдаты идут Под солдаты идут Звончий песня несется И про грозные редут В этой пицце не поется Про двору поют И про смерть ради жизни И про верность свою И про верность свою Нашей славной отчистине Вот солдаты идут С стороной незнакомой Всех врагов разобьют И вернутся домой Где запутчий леса И плакучая нива Где родные леса Где родные леса Да широкая нива И про верность И про верность И про верность Не раз еще Будет вам и споет Ну а сейчас стихотворение Эдуарда Бабрицкого Нас вводила молодость Я приглашаю Солиста концертного ансамбля Центрального дома Российской армии Имени Михаила Фрунца Лауреата всероссийских И международных конкурсов Алексея Зубарева Встречаем Нас вводила молодость В сабельный покой Нас бросала молодость На Кронштадтский лёд Боевые лужади Уносили нас На широкой площади Убивали нас Боевые лужади Уносили нас На широкой площади Убивали нас Но в крови горячей Чечной Поднимались мы Но глаза незрячие Открывали мы Музыка «Возникайся дружества» Ворона с бойцом Укрепляйся, мужество Станется свинцом Чтоб земля суровая Кровью и стекла Чтоб юность новая Из костей взошла Чтобы в этом крокотном Теле навсегда Пела наша молодость Как весной вода Чтобы в этом крокотном Теле навсегда Пела наша молодость Как весной вода Браво! Режиссер Ростовский, все вы, конечно, знаете его, он получил в свое время тяжелейшее ранение, попав под танк. То есть война отразилась в творчестве обоих. Одной из самых знаменитых и памятных киноработ Ростовского с музыкой Кирилла Молчанова стал фильм «Азори здесь тихий». Я думаю, что в зале нет ни одного человека, который бы не видел этой картины. Это по повести Бориса Васильева. То есть речь идет об экранизации 1972 года. Следом за фильмом в 1973-м появится опера композитора Молчанова, но уже название немножко другое, без «Азори здесь тихий». Она основана на том же сюжете, который перед утром был поставлен в Большом театре. И многие, наверное, не знают, что либретто к своим произведениям композитор писал сам. Не раз его пытались как-то поднять под себя некоторые из автора, но у них ничего не получалось. Это было как бы одно из условий его совместного сотрудничества, что он пишет либретто. И он использовал в качестве основы для некоторых арий и классические стихи в том числе. Песня «Жди меня». Сейчас вы ее услышите. Она, наверное, стала самым ярким фрагментом молчановской поперы. И нередко исполняется вне контекста спектакля, как самостоятельный номер. И я бы сказала, что те артисты, которые имеют хорошее классическое музыкальное образование, у них у всех в репертуаре есть это произведение. Вот у всех. И сегодня тоже все хотели петь. Ну, так в каждом концерте бывает, что есть такое произведение у композитора, у меня сейчас не только про Кирилла Молчанова, которое всем хочется исполнить. Ну, вот «Жди меня». Исполню для вас Алексей Зубарев, на стихе его Константина Симонова, концертмейстер, почетный деятель искусств Москвы Елена Матынцева. Исполню для вас Алексей Зубарев, на стихе его Константина Симонова, Жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Пусть поверят сын и мать В том, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино, На помин души, Жди, ты с ними заодно Припить не спеши. Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло, Кто не ждал меня, Тот пусть скажет повезло, Не понять не ждавшим им, Как среди огня Ожиганье своим Спасла меня Как я выжил, будем знать, Только мы с тобой, Просто ты умела ждать, Как никто друг мой. Браво! Алексей Зубарев, Он дает руководитель Алексея Екатерина, Вокалист, Но еще работал в театре И снимается в кино. Алексей Зубарев, Зоберев произведение «Зори за стихи», Воспоминания Лизы Бричкиной Или «Вокалис», Вести еще так называют. Исполнить для вас Надежда Колесникова. Воспоминания Лизы Бричкиной 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 Лизы Бричкиной М loin СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда Колесникова, вокалист. Вы знаете, давайте мы поддержим еще. Все-таки аплодисменты. Это очень трудно пить и одновременно играть на рояле. АПЛОДИСМЕНТЫ Несколько слов по биографии композитора. Мать Кирилла Владимировича, Наталья Константиновна, она была оперной певицей. Она выступала в нескольких оперных студиях и Большого театра, и театра имени Станиславского, имени Ромича Танченко. Сам Кирилл, будучи мальчиком, он участвовал как пианист и композитор в «Смотре юных дарований». То есть ребенком занимались с семьей. В 1949 он окончил Московскую консерваторию по классу профессора Александрова. И еще, наверное, такая важная вихра, уже будучи зрелым человеком, он стал секретарем правления Союза композиторов СССР. Это было с 1951 по 1956 года. Ну и директором Большого театра 1973 по 1975. Наверное, многие знают, что супругой последней композитора была балерина, народная артистка Нина Тимофеева. И вот такая печаль во время как раз спектакля в ложе Большого театра композитору стало плохо сердцем и его не стало. Нины Тимофеевой не стали говорить вот так вот на трагическом моменте. В антракте сообщили уже позже. Ну и вот она довела свою партию до конца. Это было специально, в общем, написано для нее. Ну и, кстати, вот англичане, артисты, они говорят, что Макпет – это такая вот дурная слава вот в этом произведении для артистов и участников. Ну, это, наверное, может быть лишнее подтверждение, но будем думать о хорошем. И вот композитора не стало прямо вот в его театре. Сейчас прозвучит произведение, называется «До свидания, мальчики». И сразу, конечно, мы сейчас, наверное, вспомнили «Булата Куджагу», но прозвучит музыка Кирилла Молчанова. То есть Кирилл Владимирович взял это стихотворение Булата Шаловича и написал свою музыку. То есть он вставил это в оперу «Пастух и пастушка». Поэтому я объявлю так «До свидания, мальчики» из оперы «Пастух и пастушка». Слова Булата Куджагу, музыка Кирилла Молчанова. А исполнит для вас Алексей Зубарев встречи. Слова Булата Куджагу, музыка Кирилла Молчанова. 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 «И себя не жалейте, но все-таки постарайтесь вернуться назад. «И себя не жалейте, но все-таки постарайтесь вернуться назад». «И себя не жалейте, но все-таки постарайтесь вернуться назад». «И себя не жалейте, но все-таки постарайтесь вернуться назад». У многих режиссеров есть актеры и композиторы, с которыми они любят работать и сотрудничать с кем им комфортно. Штатным композитором Станислава Ростовского, режиссера, о котором я уже говорила сегодня, стал его друг Кирилл Молчанов. А актером Вячеслав Тихонов, всеми тоже любимый артист. Он снимался в большинстве картин этого режиссера. В 1968 году выходит на экраны лента «Доживем до понедельника». Я бы назвала ее главным советским фильмом о школе. Тихонов там, если вы вспомните, он был в роли учителя истории Ильи Семеновича Мельникова. И вот в одном из эпизодов он садится за рояль и поет песню стихи Николая Заболоцкого в этой роще Березовой. И вот этот образец пейзажной лидики с таким глубоким голосовским подтекстом исполнит для вас Надежда Колесникова. Ивога на стихи Николая Заболоцкого. 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 В телах ума Сотрагаются атомы, Белыми хрень сметая нога, На грязные мельницы Машут войны крылами вокруг. Где ж ты, белый леса, Отшвейница, Что ты смотлой, друг? За великими ветами Станет солнце в утреннем хрене С напаленными ветами. И паду я в убитой земле, Крепно хрешимым окном рано, Вместе рожан замолчи у львен. И тогда моё сердце Разорвало Машут войны крылами, И тогда моё сердце Звучит песня. И тогда моё сердце Разорвало И тогда моё сердце Разорвало И тогда моё сердце Звучит песня. Песня на стихе Льва Ашанина Мы молоды, пока нас любят А исполнит для вас заслуженный артист России Сергей Степин Мы молоды, пока нас любят Пока в жару и в дождь и сне Нам плывутся, не забудь Необходимый человек Зачем не понимают люди Мы молоды, пока нас любят Совсем не нужно взглядов службы Нелепых спорных без конца Голодных слов великих, хороших И правнодушного лица Зачем не понимают люди Мы молоды, пока нас любят Любите свет в глазах любимых И голубые города Любите мчащие самих В огнях и песнях поезда Зачем не понимают люди Мы молоды, пока мы любим Зачем не понимают люди Божить в чили людей Зачем не понимают люди АПЛОДИСМЕНТЫ Эти строчки принадлежат Перу Георгия Исидоровича Полонского. Это киносценарист, литератор и педагог. И знаменитый фильм Ростоцкого снимался по его сценариям. И очень часто можно увидеть в подписях «Журавлиные песни» такие строчки, что «из художественного фильма доживем до понедельника». Или некоторые считают, что эта песня не вошла в кинофильм, что тоже неверно. Дело в том, что Молчанов написал музыку, и эта тема была главной инструментальной темой в кинофильме. А уже полноценная вот песня, как произведение такое с текстом и с музыкой, появилась позже в 1969 году, когда Георгий Исидорович сам это стихотворение. Я приглашаю наших гостей. Это фольклорный ансамбль «Кладец», художественный руководитель Дмитрий Покин. «Журавлиная песня», солистка Алиса Клевцова. Встречайте наши. «Может быть, пора угомониться, но я грешным делом не люблю. А в оборот, что иметь сибирь, Лучше, чем грустить в журоку, Я сдаю машину в конту, Хочется мне думать по нему, Будто улетает он мне к юзу. Пусть над нашей школой он покушит, Благодарный передаст привет. Пусть посмотри в соли еще служит, Старый наш учитель Венеет. Мы его не слушали с повесы, Он же становился в сувенеет. Помню, как любила Рубенесса, Песню все протекший шуравлей. Песня. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а сейчас мы перейдем уже к таким лирическим произведениям Алексея Зубарева с песней «Доброта» до стихи Эдуарда Асановны. Субтитры создавал DimaTorzok Это горько, но это не горе Ты потом ему все же прости Жизни всякое может случиться И, коль дружба у вас крепка И заглопала пустяка И не дай ей раз разбиться Если ты с любимой в ссоре По тоскам по ней горяча Это тоже еще не горе Не спеши, не руби с плеча Пусть не ты явился причиной Твой размолвки и резких слов Стань над ссорою быть мужчиной Это все твоя любовь И чтоб после себя не горить В том, что сделал кому-то больно Лучше добрым на свете жить Зло в мире и так довольно Но в одном лишь не уступай На разрыв иди, на разлуку Только подлости не прощай Никому ни любимой, ни другу Жизни всякое может случиться И, коль ваша любовь крепка Из-за глупого пустяка Ты не должен ей дать разбиться Аплодисменты 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Красивая музыка, но переводом очень молчанная, изумительная, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Прочайный вальс Это выпускной вальс И это Должна ученица петь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Правой жаленый, Чуть печальный, Больск прощальный, В длинном платье выпустил. Ветра летна лентарь пролистала, Сколошкольная дружба прочней. В наше время еще не настало, В наше время еще не настало, Но сегодня мне надо спасеть. Больск прощальный, Чуть печальный, И не легко дружиться в нем. Больск прощальный, Превожальный, Чуть печальный, Больск прощальный, Больск прощальный, В длинном платье выпустил. Ветра летна лентарь пролистала, Ветра летна лентарь пролистала, Чуд печальный, воспрощанный, Провожанный, длинном платье вылезло. Воскрещальный, чуд печальный, Неком дружится в нем. Воскрещальный, провожанный, Чуд печальный, воспрощанный, Длинном платье вылезло. И, кстати, Молчанов, он однажды похвалился другому композитору, он сказал, что я первый после Дудаевского по вальсам. Какой он был человек? Говорят, что он был очень элегантным, он был максимально собранным, очень энергичным человеком и старался вообще сделать как можно больше для искусства. А руководящие должности предоставляли ему такую возможность. И вот заняв высокий пост, он сохранял свое достоинство и оставался самим собой. Об этом говорят все. Сейчас колыбельная для мужчин, для стихи Юрия Яковлева, и сердце молча, для стихи Александра Ивановича. Поет Сергей Стютер. День короткий прошел, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Вторая песня, тоже не стихи Николая Константиновича, от людей на деревне не спрятаться. И даже, вы знаете, Вячеслав Тихонов, и так полюбился на эту песню, фрагмент видели сегодня, да, он даже записал на ней, есть даже запись Тихонова этой песни. И надо сказать, что это было первое сотрудничество с базой терапии Кирилла Молчанова с режиссером Станиславом Ростоцким. Итак, я приглашаю Елену Калашникову. Поем со мной, конечно же, вместе. От людей на деревне не спрятаться Нет секретов в деревне у нас Не сойтись, разойтись, не сосладаться В стороне от придирчивых глаз Не сойтись, разойтись, не сосладаться В стороне от придирчивых глаз Ночью в рощи такая Акустика Уж такая у нас тишина Речь твоя в сей округе слышла Но не бойся тебя Не обидим мы Не пугайся, земляк, земляка Здесь держать можно двери открытыми Что надежнее любого замка За полями, за дами, за пасекай Не выйти от придирчивых глаз Тем, кто держит свой камень за пасекай Ох, и трудно в деревне у нас Тем, кто держит свой камень за пасекай Ох, и трудно в деревне у нас АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он поет, играет на гитаре На все он уже научился замечательно И учится еще в музыкальной школе И гитара То есть мальчик просто растет на глазах Этот разговор просто растет замечательно Ну и следующая песня У нас в кабине так много золотых Вы прекрасно знаете, да, историю этой песни Когда фильм уже был готов И уже практически все сцены были отсняты И смонтированы Композитор и автор слов Николай Дерезо Написали вот эту замечательную песню И Людмила Зыкина вместе с Семенкиной Записали эту песню И эта песня так понравилась Что она, конечно же, вошла в фильм Потому что ее запели сразу все Все запели, кто был в студии И кто сразу же исполнители Сразу же все ее знают Я хочу пригласить с собой спеть Нашу преподавателя нашего Ларису Пигаревну Огней так много золотых На улицах Саратова Парней так много холостых А я люблю женатого Парней так много холостых А я люблю женатого Ох, рано он завел семью Печальная история Я себя любовь даю А от него тем более Я от себя любовь даю А от него тем более Его я видеть не должна Боюсь ему понравиться С любовью справлюсь я одна А вместе нам не справиться С любовью справлюсь я одна А вместе нам не справиться Я от него решать хочу Лишь только он покажется А вдруг за дочь умолчу Само собою скажется А вдруг за дочь умолчу Само собою скажется Молодцы! 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 И еще... Молодца Морисовна! Молодца Малисовна! Я хочу представить еще раз вам всех артистов Наш оплод Концертмистр и почетный деятель искусства Москвы Елена Матысовна! Заслуженный артист России Сергей Степин Продолжайте аплодировать Субтитры создавал DimaTorzok Заслуженный артист России Елена Калашникова Лауреат всеразийских и международных конкурсов Надежда Колесникова Царист концерта ансамбля Центрального Дома Российской Армии Лауреат всеразийских и международных конкурсов Алексей Зубарев Организатор и вдохновитель всех дочек и вечеров здесь в этом зале и не только и во Москве Марина Рвели Спасибо вам большое, что вы этот вечер провели с нами и с музыкой Кирилла Молчанова Это удивительный, конечно, композитор, который вот несправедливо его как-то забывает Но вот эти все артисты, которые перед вами, они все с прекрасным вкусом И у них у всех в репертуаре произведения Кирилла Владимировича До новых встреч! Приходите в музея танцы к 100-летию Павла Кузьмича Айдальницкого Будьте здоровы и берегите себя! До свидания! Спасибо! 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 Спасибо!